Во время страды для тружеников полей каждый погожий денек дорог, но урожай собран и аграрии могут отдохнуть от сельхозработ, немного перевести дух. На традиционном празднике урожая, который прошел на днях в городском Доме культуры, чествовали передовиков сельскохозяйственной отрасли района, победителей трудового соревнования. С подробностями наши корреспонденты. Кубанские хлеборобы, рисоводы, труженики лелеют каждое зернышко. Именно в их заботливом отношении к родной земле, к преданности своему делу, кроется секрет высоких урожаев и производственных показателей. Все они собрались на Большом районном празднике в честь окончания сельскохозяйственного года. Механизаторы, доярки, водители – люди трудолюбивые, но очень скромные, не привыкшие к софитам, аплодисментам и вниманию журналистов. Также наградили людей, которые внесли свой весомый вклад в достижение высоких результатов всего агропромышленного комплекса Славянского района. Это работники перерабатывающих предприятий, рыбоводческой отрасли и обслуживающих организаций. В этот день для них звучали слова благодарности и поздравления. Славянский район был и остаётся сельскохозяйственным районом, в первую очередь производителем риса. У нас производится более 30% всего кубанского риса. Результат этого года порадовал рисоводов. В общем, на молоте зерна по району рис занимает более 80%. Сегодня на крестьянской земле живут и трудятся особенные люди – кормильцы своей страны. Ведь от того, какой собран урожай, во многом зависит продовольственная безопасность нашей страны, отметил в своём поздравлении аграриев глава Славянского района Роман Сенеговский. Я благодарю всех вас за самоотверженный труд на земле. Хочу пожелать каждому из вас крепкого-крепкого здоровья, благополучия вашим семьям. Пусть погода сопутствует высоким урожаем. Пусть поднимаются ваши заработные платы. Пусть коллектив сплочается дружной атмосферой. Удачи вам, процветания и всего самого-самого доброго. Спасибо вам. По итогам уборки этого года сельскохозяйственными предприятиями Славянского района получено более 330 тысяч тонн белого золота. Уборочная площадь составила свыше 40 тысяч гектаров. Урожайность по району составила свыше 71 центнера с гектара, что позволило Славянскому району занять третье место в крае среди восьми рисосеющих районов. Наибольшие урожайности среди крупных рисоводческих хозяйств добились в обществе с ограниченной ответственностью агрофирмы «Приволье», получив урожайность 80,2 центнера с каждого гектара. Общий намолот в этом хозяйстве составил более 29 тысяч тонн зерна. На втором месте акционерное общество «Черноярковское», получившее на один гектар по 79,8 центнера зерна риса. Третье место по урожайности принадлежит закрытому акционерному обществу «Приазовское». Хороший урожай зерновых и зерновобовых культур был получен в этом году сельскохозяйственными предприятиями Славянского района. Всего намолочено более 130 тысяч тонн зерна. Урожайность составила свыше 58 центнера с гектара. А зимой пшеницы в районе получено 118 тысяч тонн. При средней урожайности по району – более 59 центнера с гектара. Большого уважения заслуживает труд поливальщиков. Владимир Кропотин, поливальщик-механизатор зерновой компании «Новопетровской», обособленного подразделения «Славянская», был в числе награждённых. По району среди поливальщиков он занял первое место. В крае Владимир Кропотин оказался на втором месте. Каждый выполняет свою функцию, получается результат. Вот, конечно, результат на лицо, что мы имеем. 103 урожайности. Это для риса очень хорошая урожайность. К этому празднику причастны все, кто работает и помогает работать в поле и на чеках, в фермах и в садах. В каравае урожая 2015 года вложен труд тысячи тружеников села, добросовестно и самоотверженно выполняющих свою работу изо дня в день, из года в год, зачастую без выходных и праздников, невзирая на погодные условия и трудности. Для них выступили лучшие творческие коллективы района. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События». Тина Копачевская, Александр Косицын. Продолжение следует...